Евро-доллар. И по котировке евро-доллар ситуация у нас складывается следующим образом. Как и предполагалось вчера, снижение мы увидели. Пробой уровня плеч мы наблюдаем. И соответственно сейчас будем отрабатывать фигуру голова и плечи. Похоже, что наконец-то мы все-таки дождались. Возможно, конечно, такое решение преждевременное. Но все большинство указывает на то, что, собственно говоря, котировка евро-доллар исчерпала свои силы на дальнейшее продолжение роста. И по крайней мере мы с вами сходим на коррекцию. Так же, как вариант, все-таки я вижу то, что здесь уже практически торговый цикл у нас, большой сезонный цикл закончился. Данный сезонный цикл у нас заканчивается в текущем месяце. Это последний месяц. И нас ждет как минимум квартал. Два квартала снижения. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 1.1757. В данном случае стоим сейчас на нем. При этом недельный цикл вам дает уже намеки на то, что все закончилось. И ключевой уровень сопротивления находится на отметке 1.1937. Ключевой уровень сопротивления внутри дня 1.1864. Пробой есть. По левоту, собственно говоря, здесь тоже у нас все замечательно складывается. Движение было. Первый импульс есть. Есть и сейчас нас ждет продолжение, продолжение снижения в составе более крупной новом итреи. Цели находятся в ближайшем внизу. Ближайшая будет 1.1545. Пробой закрепления 1.1545. Отправят котировку евро-доллар на отметку 1.1.965. В составе пятерочки, я думаю, что, собственно говоря, это будет сделать под силу. Так, 4 часа. На дневном графике дибрегенции присутствуют. Пим-бар присутствует. Появился он еще у нас 3 дня назад. Соответственно, недельный график паттерна. Паттерн медвежий. Носит медвежий характер. Циклы у нас закрылись. При этом месячный график. Паттерн у нас медвежий. Соответственно, сейчас практически все указывает на то, что возможно смену тренда. Ну, посмотрим. Итак, для головы и плечи ближайшая, чтобы мы ее завершили, нам потребуется снижение как минимум в район 1.15758. 1.15758, но я жду, ожидаю, ожидаю снижение в район отметке 1.14500, 1.13200, район 4-й малой размерности. Ближайшая цель 1.16687. Тогда что у нас происходит с индексом доллара? С индексом доллара у нас должна быть картинка обратно прямо против форума. Приблизились мы к ключевому уровню. Скорее всего, похоже, что мы уже из клина выход сделали. Клин исходящий. Соответственно, можно предположить то, что по времени все то же самое, что с евро-долларом. Цикл у нас завершен. Данное снижение вносило коррекционный характер. И сейчас у нас с вами наблюдается расширяющийся треугольник в составе четвертой волны. И нас ждет долгосрочная перспектива рост выше отметки 103. Цель на 110. Месяц что у нас показывает? Коррекцию сделали. При этом у нас с вами находится паттерн. Паттерн наносит медвежий характер. Но то, что здесь пока что у нас движение составит трех волны. Возможно, 1, 2, 3. И сейчас мы начинаем рост составить более крупный третий волны. Так и есть. 1, 2, 3. Вопрос составит более крупный третий волны. Ключевой уровень поддержки по индексу доллара находится у нас 92.49. День бай, неделя бай, весис бай. Отлично. Ключевой уровень поддержки по индексу доллара 92.57. Следующие. Недельник 92.12. Ну и месяц у нас пока что сопротивляется. Соответственно, я думаю, что в начале следующего месяца, числа 1, 2, и месяц нам покажет уже самая смена цикла. Скорее всего, мы уже дождались все-таки. Тогда что у нас происходит с фунтом? Если индекс доллара у нас начинает свой разворот. Соответственно, в его состав входит тот же самый фунт. Обновим мы по фунту еще раз. Максимум ее нет. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Похоже, что здесь у нас идет ведущая диагональ. Соответственно, первая волна. 1, 2, 3, 4. И возможен коррекционный рост. Коррекционный рост. К отметке 1,35, 158. И оттуда возобновление дальнейшего снижения. При этом 30 минут паттерн бычий. 15 минут паттерн бычий. Еще лучше было, чтобы он пропал еще. Он для полной уверенности того, что фунт у нас, собственно говоря, закончен. Если брать более старший таймфрейм, то ABC у нас 4 часа настроения медвежья. Что мы имеем на 4 часах. На 4 часах, похоже, здесь у нас сформировалась двойная вершина. Что тоже говорит. Он намерит даже тройная. Тройная вершина. Он намерен. Начать свой долгосрочный путь в район отметки 1,19 и ниже. При этом дневной график. В текущий момент находимся на уровне поддержки 1,3424. Пробой закрепления 1,3424. Отправит фунт. Тестировать ближайший уровень поддержки 1,32-538. Данный рост расценивал как коррекционный в составе более крупной четвертой волны, если брать недельные и месячные графики. При этом недельный цикл тоже самое дает смену настроения. Что, собственно говоря, может подтверждать то, что пункт у нас тоже собирается обновлять новые локальные максимумы. При этом ключевой уровень сопротивления находится на отметке 1,35 на 30 стоп. За данный уровень с профитом, я думаю, что можно сейчас рискнуть на куда-нибудь в район 1,19 на долгосрочную перспективу. Это что касается по фунту. Соответственно, австралиец тоже у нас входит в состав индекса. При этом по австралийцу, ожидая продолжения снижения, составит более крупной третьей волны. При этом часовой график еще говорит о продолжении снижения. Хотя уже сформировался паттерн, и паттерн носит бычий характер. При этом предпочтение в сторону волнового анализа и отметка 0,77,138, ближайшая цель для снижения по австралийскому доллару в составе более крупной третьей волны. 4 часа паттерн бычий. Но при этом мы еще не отработали 1,2,3,4,5,4,5,ABC. И нас ждет также снижение. По австралийскому доллару ситуация тоже самая. Дневной график у нас с вами присутствует. Достаточно давно уже появился данный паттерн. Паттерн носит медвежий характер. Соответственно, ключевой уровень поддержки находится, сопротивление находится на отметке 0,79,37. Данный паттерн носит долгосрочный характер для снижения. Ближайшие цели по австралийскому доллару будут 0,71,0,70. При этом ключевой уровень поддержки ближайшей находится на отметке 0,78,0,7,0,7,0,7,0,6,9. Дивергенции на дневном графике присутствует. Пин-бар на дневном графике присутствует. Неделька. Неделька, неделька. По неделе дивергенция тоже присутствует. И по циклам по неделе у нас тоже все завершилось. Что, собственно говоря, дает большую вероятность того, что мы сейчас находимся в стадии зарождения нового нисходящего тренда. При этом ключевой уровень сопротивления находится на отметке 0,79. 0,79,74 недельный цикл тоже дает смену направления. При этом сейчас находимся на уровне поддержки 0,78,9. Пробой с закреплением данного уровня будет говорить нам, скорее всего, о смене тренда с начала следующего месяца. При этом паттерн на месячном графике ABC носит коррекционный характер в составе более крупной четвертой волны от снижения, от начала тренда, который начался на 1-го 2013 года. И нас ждет дальнейшее снижение в составе более крупной пятой волны. Соответственно, это будет импульс квартал-два квартала, как минимум. Ближайший уровень поддержки находится 0,71375. Пробой с закреплением 0,71375 отправит австралийский доллар на отметку 0,68,193. Если смотреть глобально, то по австралийскому доллару у нас ждет долгосрочная перспектива к отметке 0,65,643, как минимум. Австралийский доллар. Еврофунт. По еврофунту паттерн у нас с вами медвежий. Появился он достаточно давно. И, соответственно, здесь у нас происходит что? Будущая диагональ 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Составит более крупный третий. При этом часовой график у нас паттерн бычий. И ключевой уровень поддержки находится на отметке 0,87,399. Пробой с закреплением ниже данного уровня отправит еврофунт к отметке 0,86,255. Здесь тоже похоже на голову плечи. Вот такой вариант. Пойдем повыше. Соответственно, данный вариант 1, 2, 3, 4. Цель для снижения сделали. Ключевой уровень находится на отметке 0,87,207. 1, 2, 3, 4. Сейчас снижение в составе более крупной пятой волны. Если это у нас пятая, тогда это в первом импульсе. Ключевой уровень для дальнейшего снижения. Я думаю, что мы потестируем отметку 0,87,040. Оттуда сходим на коррекцию. В составе более крупной второй. И перспектива по котировке евро-британский фунт на долгосрочную перспективу. Нас ждет снижение. Снижение должно продлиться как минимум в район. Отметки 0,84 и 0,48. Неделя. Недельный график показывает нам дивергенцию. Что говорит о вероятном завершении пятиволнового движения. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас мы пойдем на коррекционное снижение. В район. Первый 0,84. Вторая будет 0,77. И сейчас у нас идет только лишь волна А в составе трех волн коррекции. У нас еще ждет коррекция И и ИС. Недельный, месяц, месяц нам тоже самое дает даже смену цикла. При этом патрон у нас с вами медвежий. Что говорит о смене направления долгосрочном по котировке еврофунта. И евро начинает. 77,900. Профит на 87,900. Астралийс мы уже посмотрели. Поэтому, собственно говоря, сейчас пока не буду к этому возвращаться. Так, австралийс. Что еще мы не смотрели? Микрофон. Евро-Иену можем посмотреть, да? Так, что у нас с Евро-Иеной? По котировке евро-Иену, похоже, что у нас надвигается формирование головы и плеч. Возможно, сейчас восстановится корреляция между евро-долларом и котировкой евро-иена. Такая корреляция была несколько лет. Собственно говоря, но затем, да, в принципе, собственно говоря, ростом тоже видим. По дневному графику, по котировке евро-иена у нас с вами сформировался паттерн. Данный паттерн носит медвежий характер. 1, 2, 3, 4, 5. В этом движении уже есть. Пойдем на неделю. При этом данный рост носил коррекционный характер. Соответственно, здесь был первый импульс вниз. И сейчас мы наблюдаем ABC. Она же волна 2. При этом 61,8 у нас отработанный. Стоп в данном случае за критический максимум за 103,4,169. С профитом, я думаю, что далеко не спойдем. Пока что по профиту я воздержусь. Если краткосрочно, если краткосрочно, так, 1, 2, 3, 4, сейчас посмотрим. Что тут у нас? Есть здесь явная коррекция. Но при этом вот такая здесь голова причина нехорошая. Да, скорее всего, это коррекция. Скорее всего, это коррекция. И нас ждет все-таки продолжение. Продолжение в составе более крупной трети по евро-иене. Так. Соответственно, евро-иена сел. Евро-доллар сел в фунт-иен. Фунт-иена, да? Если у нас фунт, собственно говоря, завершил свое ралли по котировке британский фунт террелинга-иена, ситуация складывается тот же самый образом. 1, 2, 3, 4, 5 у нас завершено. Соответственно, нас ждет снижение. Минимум четвертый мы уже перекрыли. Поэтому здесь что есть еще? Похоже, что здесь есть та же самая голова и отречи. 1, 2. Соответственно, по-британски фунт-иена сел. При этом стоп короткий. У нас 151,668. А если две фигуры? 152,900. Да, будет 152,900. При этом 4 часа у нас с вами паттерн «Медвежий». Что говорит о вероятности завершения данного роста. В данном крыле у нас присутствует 5 волн. При этом дневной график у нас то же самое. Присутствует паттерн. Данный паттерн носит «Медвежий» характер. И, соответственно, здесь 1, 2, 3, 4, 1 пульс был. И, соответственно, здесь 1, 2, 1, 2, и сейчас мы идем в составе 3, что они есть очень хорошо. Поэтому, аккуратно. Аккуратно ключевой уровень сопротивления 151,573. Значит, 151,900. Стоп. Неделька дает тоже вниз. Недельный тоже сломался. Здесь подходит. Здесь тоже подходит. Здесь. И здесь подходит. Соответственно, большой сезонный цикл по котировке Кумпьена тоже закончен. При этом у нас есть спин-бар на месячном графике. Нас ждет большой сал. Ну, посмотрим. Так. Нравится мне осень. Новозеланец посмотрели. Не смотрели. Так. То по новозеланскому доллару ситуация все та же самая. Без изменения. Нас ждет снижения в составе более крупной волны. Первый импульс был. И BC была. Соответственно, волны 2 закончили. Нас ждет снижения. Снижение в составе более крупной третьей волны. При этом дневной график у нас давно уже появился паттерн. А данный паттерн вносит медвежий характер. При этом у нас появился пин-бар. Ключевой уровень поддержки сопротивления находится на отметке 0.72.74. Недельный цикл тоже смена. Соответственно, здесь 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Завершили. И нас ждет снижение как минимум ближайшее. К уровню поддержки 0.68676 в месяц. Месяц. 1, 2, 1, 2, 3, 4. И нас ждет снижение в составе более крупной пятой волны. С профитом тоже можно пока долгосрочная 1, подольше. Так. Новозеландец тоже развернулся. Канадец. Ну и канадцу, наверное, тоже пора уже, да. При этом канадец пока что у нас еще сопротивляется. EBC на 4 часах есть. 1, 2, 3, 4, 5. EBC. Плоскость. При этом дневной график у нас настроение бычая. По паттерну, соответственно, предпочтение длинных позиций. При этом стоп короткий на 1,23. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,2326. Рост на 1,35. При этом недельный график паттерны бычей. Циклы тоже у нас сменились. Ключевой уровень поддержки 1,2313. При этом месячный график уровень Fibonacci 50%. Что может говорить о том, что здесь коррекционное снижение в виде зигзага. EBC завершено. Нас ждет рост в составе более крупной пятой. Соответственно, мы должны перекрыть 1,47. Доллар-франк. Доллар-франк. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 0,96539. Соответственно, предпочтение длинных позиций. Паттерн на 1,0. Носит бычий характер. Дивергенции тоже есть. Недельный график. Недельный график в данный момент находимся вблизи уровня сопротивления. Ключевой уровень сопротивления 0,9746. До конца этого месяца должны сломать цикл по... Недельный цикл по доллар-франку. И нарушить месячный цикл. Соответственно, рост перспектива долгосрочная 1,15758. Ближайшая 1,03224. Будем работать на долгосрок. Доллар-иена. Доллар-иена. Похоже, что вчера мы были с вами правы, по крайней мере, как вариант. В данном случае уже нахожусь без убытки. Соответственно, есть предположение того, что данный коррекционное снижение в виде зигзага составит более крупной волны 2. И сейчас нас ждет продолжение роста ключевой уровень сопротивления находится на отметке 112,729. Пробой закрепления выше данного уровня отправит котировку доллар-иена на отметку 114,025. Составит более крупной третьей волны. Дневной уровень поддержки 117,025. Цели по котировке доллар-иена долгосрочные по-прежнему остаются вверху. Данные цели будут где? Данные цели будут... 123,985. Ближайшие 119,120. Здесь будем делать гардрид. Палочку. Так, здесь будем делать гардрид. Соответственно... 118,615. Первое пробои закрепления 118,615. Отправит пару доллар-иена на отметку 125,597. Долгое срочное перспектива. 1,2. И нас ждет рост в составе более крупной волны 3. Так, рост составит более крупной волны 3. Значит... Будем отсюда делать... 125,1-132,656. Окей, ну что же, коллеги, на сегодня мы с вами закончили. Благодарю всех за внимание. Желаю всем хорошей торговли. Осень – это сезон. Поэтому постарайтесь как можно больше заработать до нового года, чтобы в январе отдыхать и не наболеть. Всем большое спасибо. Всем хорошей торговли, профитов. И до новых встреч, коллеги. Субтитры подогнал «Симон»